Павильон в Македонии. Выставка называется Subversion to Red. Не знаю, как это перевести. Subversion это вроде как извращение. То ли извращение красного, то ли что-то типа такого. Выставка посвящена красному цвету. В первом зале фотографии. Фотографии. Сейчас еще фотографии покажу. Памятники. Девушка целуется с памятниками. Такой неплохой интерьерчик. Даже красная дорожка весьма вписывается в концепт проекта. Вот так вот она идет до конца. Интересно, постелили под выставку? Наверное, постелили под выставку. Потому что не представляю я себе эту дорожку здесь в обычное время не биеннальная. Так, проходим второе помещение. Видим огромный стол, представляющий по форме из себя серединку пятиконечной звезды. То есть, если продолжить линии, получим пятиконечную звезду. На этом столе написано всякое разное. На английском языке фамилии, термины. Вот, допустим, труд, время, революция, война, сексизм, тут же власть, желание, публичное, противоречие, коммунизация, гегемония, антагонизм. Ну и прочее, прочее. Вот, за этим столом, судя по всему, происходил какой-то перформанс. Ну вот сидела какая-то женщина и там что-то зрители писали на этом столе. Ого, какие зеркала мы любим. Смотрите, где потолочки здесь. Ого, круто! Да, так вот, тревожным для меня звоночком является то, что в тексте к этой выставке присутствует слово «калверт». То бишь, ребята-организаторы этой выставки или вакураторы каким-то образом с «калвертом» аффилиированы. А про «калверт» мы знаем что? Что «калверт» это такой, как сказал один мой друг, один из крупнейших операторов колониального дискурса. Вот. Обожаю такие анфилады в Венеции, когда идешь из одного помещения в другое через такую, как бы, серию дверных проемов. Да, ну выставка продолжается еще в нескольких залах. Тут вот абстрактная живопись. Оп, чуть не въехал телефон в скульптуру, ну или инсталляцию. Опять-таки офигительные старые зеркала, не имеющие никакого отношения к выставке, но все уже. Для меня одна из важных составляющих национальных павильонов, которые находятся вне Джординии и вне Арсенале, а по городу разбросаны, то, что можно попасть, скажем, в такие интереснейшие здания, в которые иначе вход как бы закрыт. Вот еще здесь есть дворик с пальмами, очень красивый. Вот. Ну и последний зал покажу. А, еще видео покажу одно. Так, вот тут залик, уже обычный совсем. Портрет какого-то деятеля висит. Непонятный предмет. Абсолютно непонятно, имеет отношения к выставке, не имеет. Вот. Ну тоже много предметов, покрашенных в красный цвет. Вот это я не знаю, можно трогать или нет, могу рискнуть и потрогать. Это просто листочки треугольные. Ну это наверняка трогать нельзя, но это собрание сочинений В и Ленина. Кто это такой, непонятно. В и Ленин. А, нет, просто Ленин. Ага, все, я спалился. Значит, я знаю, кто такой Ленин. Так, еще книжечки, книжечки. Живопись. Здесь тоже. Здорово. Здорово. Здесь есть художница, которая согласна ответить на мои вопросы. Но я думаю, что да, мы сейчас этим и займемся. Да, и я обещал показать еще один видосик. который проецируется прямо на стенку. Точнее, прямо на обои. И видео тоже красного цвета. Из-за этого очень плохо видно, что происходит. Потому что, во-первых, видео красное. Во-вторых, они красные. Во-вторых, они красные. И обои темные, поэтому очень плохо видно, что здесь происходит. Я пошел, задам художнице пару вопросов.